Ведро и банка уже не спасают, ведь капает по всему периметру. Вода не останавливается уже месяц, с того момента, как потеплело. В доме номер 30 на улице Тимакова коридор на девятом этаже не просыхает. От постоянной влажности вздулась штукатурка и рассыхаются полы. Давно, вот мы уже давно живем здесь, и лет 10, наверное, это точно. Прекращается, потом опять начинается вот такая вот погода. Всегда это. Нет, ну раньше как-то меньше, и не так это было. А сейчас вот вообще течет очень здорово. Там еще хуже. У нас, кстати, заделали, в прошлом году, по-моему, сделали, не так каплет. Ну, чуть-чуть есть. А в квартире вообще черный потолок. Потому что электрощитовая, вот щиток, от него течет, там же пустота, и в квартиру идет. Щиток действительно главная проблема. Жители боятся, что вода попадет в него и случится возгорание. Ведь протекает крыша исключительно напротив щитовых в шести местах коридора, а также течет по кабелям и интернет-проводам. Местные жители говорят, что в прошлом году такая ситуация уже возникала. Тогда произошло замыкание, весь подъезд был в дыму. Однако управляющая компания опасность отрицает. Говорят, что держит ситуацию под контролем. Дважды, вчера и сегодня, у меня энергетики туда выходили, смотрели. Да, по стене немного капает в районе электрощитка. С потеками в сам электрощиток отсутствуют. Провода, все автоматы, пакетники, все электрические приборы, которые там стоят, все сухие. За последние два дня представители управляющей компании были на крыше уже три раза. Очищали ее от снега. Жители говорят, что капать действительно стало меньше. Однако полностью проблема не исчезла. Мокрые разводы видны по всему коридору. Она у нас постоянно, ее испортили с самого начала. А крышу нам надо делать. Тонарик, который на крыше сейчас находится, ее сейчас подчистую, как таковую, трогать, долбить нельзя. Более радикальные меры представители управляющей компании пообещали предпринять уже в этом году. Проведут ремонт крыши. К работам приступят, как только позволят погодные условия.